Причины массового спила деревьев на улицах города. Этот вопрос стал главной темой заседания Общественного совета и специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции. Заседание прошло в городском Акимате с участием заместителя Акима города Николая Ушакова, который дал разъяснение по вырубке, вызвавшей большой общественный резонанс. Массовая вырубка деревьев. Эта тема в последнее время стала едва ли не самой главной во всех социальных сетях. Пользователи бурно обсуждали и обсуждают это явление. Но если сначала они выражали свое возмущение происходящим, то затем и вовсе беспокойство за облик своего города. К этой проблеме подключился городской общественный совет. На свое заседание организаторы встречи пригласили руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции, к которому и адресовали все свои вопросы. В своем выступлении Монтай Утельбаев сообщил, работы по спилу и обрезке деревьев активизировались в связи с увеличением финансирования данных работ. Если в прошлом году на эти цели выделялось 8,5 миллионов тенге, то в текущем 13,5. Более того, по его словам, жители жилых домов сами обращаются с просьбой убрать деревья, мешающие обзору и представляющие угрозу. Порядка было 200 заявлений. Естественно, на сегодняшний день эта очередь ежедневно накапливается, но мы порядка очередности постараемся по максимуму этот вопрос решать. Это связано с чем? Особенно проезжие части городской черты. Это вот автомобильный транспорт, сообщения, это сообщения, те второстепенные дороги, которые идут в наши дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, объекты дошкольных учреждений, школы, где требуется тоже обрезка, стрижка деревьев. Это для того, чтобы создать видимость проходимости людей. При этом руководитель коммунального отдела отметил, что вместе с обрезкой и с пилом проводится также посадка новых деревьев. Для этих целей в этом году отдельно выделено 25 миллионов тенге. В качестве примера он привел дорогу в сторону аэропорта, вдоль которой высажены акации и пирамидальные тополя. В целом ситуацию с массовой обрезкой деревьев ответственные лица объяснили угрозой, которую зеленые насаждения сегодня представляют для города и его жителей. По улице Горжаубаево, где мы говорим, в районе автобусной станции международного вокзала. А вы знаете, что от улицы Жанкидина до паровода переездной отсутствует уличное освещение? А почему оно отсутствует? Просто-напросто деревьев не все сорвало. Мы выехали, сделали обследование полностью, сделали продукцию сорвано деревьев, ветками деревьев. И было принято решение именно произвести спину ниже этого. Это тоже немаловажный фактор сегодня. Возьмем сегодня, давайте по чрезвычайным ситуациям, улица Гагарина, если я не ошибаюсь. А кто обращал внимание, что начались уже фундаментные блоки лопаться и выдавливаться на этой улице корнями деревьев? Обратите внимание, мы ждем, когда у нас она рушится и упадет. Может быть, все-таки надо спилить, выкачивать правильно и посадить более культурные виды деревьев. В противовес данным доводам члены общественного совета привели доказательство того, что вместе с гнилыми и старыми в городе срублены вполне молодые и здоровые деревья. При этом на встрече не присутствовало ни одного эколога. Зам Акима города Николай Ушаков не стал отрицать факта упущения контроля за спилом насаждений и отметил недоработку коммунального отдела. Заместитель Акима поручил руководителю отдела создать рабочую группу и впредь доводить до общественности и обсуждать сообща планы, касающиеся жизни города.